tx ну что ж всем привет с вами артур мы продолжаем проходить третьего ведьмака остановились мы недалеко от задания которое в прошлой части нам навязали можно даже так сказать и тут у нас ребятки надеюсь плыть никуда не надо будет но если она все-таки не длинная особо я хочу говорить с лугасом синим он хочет говорить с лугасом а может и фрей трахнуть тебе хочется а приблуды уйди в жопу а где верно пойдем чё я что-то не понял ну постой здесь подумай я сам найду ты знаешь когда на моем дракаре последний раз были люди с большой земли не знаю когда я вез пленников из велины на невольничий рынок в назаире говори зачем приперся я сам не помню твой отец решил что тебе пригодится помощь ведьмака я перед ним в долгу поэтому говорил я ему чтобы он не вмешивался то я сам справлюсь может и не справишься пещера снов место вроде небезопасная смертельно опасная потому я туда и иду тупой молодец а то старик опять разворчица я уже собирался выходить ты готов что ждет нас в этой пещере снов это зависит только от нас потому что ну давай можем отправляться это далеко не на полет камня соберем только остальных ребят и пойдем посмотрим сколько правды в легендах ну людей много я думаю этом затеряюсь среди врагов это лучшие воины моей дружины геральт они пойдут с нами ёрлуфа прозванного росомах и ты уже знаешь здоров а это уви молчун почему уви такой тихий потому что у него нет языка а что случилось он лизнул железку на морозе он отрезал себе язык за то что пьяным поносил короля брана потерял голос но сохранил честь интересные у вас обычаи прежде чем отправимся скажите наконец что-нибудь про эту пещеру хоть пойму с чем буду сражаться это может знать только ты старцы говорят что в пещере снов нужно сразиться с тем чего больше всего боишься с тем из-за чего ночью просыпаешься с криком с чем то что уже было будет или может случиться интересно чего может бояться убийца чудовище удовольна болтовни мечи наголо тогда я призрака встречи потому что призраки самые тупые враги если говорить более-менее без мата накер это да простецкие враги только чё-то мои напарники не особо могут избить потому что черные трусливые и жажду крови эй шлюшки шлюшки это же мой лут это еще зачем чтобы идти дальше туда где начинаются кошмары так гласит легенда так и сделает что это за травы так погоди что там этот друид говорил боли голов мак сонная одурь и это как ее ну белина так нас ждет неплохой забег вот увы ерлук лопайте до последнего зернышка маркоманская пещера конечно легенды гласят сейчас опять гигантских петухов начну видеть и фаллические грибы как во второй части чувствую а ты увы да так обычно бывает разницы не чувствуешь а уже поехал только я лучше беру ой нет уже не соберу видим ну ладно я пошел его вот и сома летающим конечно это синий кит с такой тупой мордой что-то на тебя нашло после этих тракт это и 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 с об и и и O и и и и Вот так. Везунчики. Пусть дерутся сами. Всех тут заколдую, черт. Тихо, тихо, тихо. Какие-то они живучие, вот что я думаю. Ах, ненавижущие-то. Те куда-то вообще там завернули. Нехорошо. Зачем нехорошего, он щас сдохнет. Тут с какой-то передышкой хорошо наносить урон. Тогда они один отбивают, потом уже не отбивают. Так, типа, щас. Чик, 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 чик. И что? Я хочу пойти сюда. А тут тоже рыбы. Ну и хорошо. А еще летающие твари. Знаешь... 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 Заслушавшись нашим упениям. Я перебью вас! Перебью морские шлюхи! Попытайся. А жизни ты ему все равно не вернешь. Ты сам убил его. Сын убил отца. Веселые твари. А что вы улетаете, а? Ну-ка, спускайтесь. И... Пойдем. Не, ну задание прикольное. Жалко, за него опыта не дают. Да, так прикольно. Ну-ну. Ты наделал штаны, когда волни ударила в дерево около дома. Мне было три года. Я уже сто раз показал, что... Наделал штаны перед всей деревней. Такой стыд. Сын Ярма. Надо было тебя выгнать. И только видение. Призрак. Призрак твоего отца, которого ты боишься, потому что знаешь, что подмет ты ему не годишься, что ты его разочаровал. Я лучший воин, чем он когда-либо был. Докажи это, сосранец. И оп, твою мать, взял и убил одного. А нет, пустыло. Че бы с ним сделать такого? Хотя и это неплохо работало. Лучше по спине бить. Да пора же ты мой. Ребята, вы так сдохнете, знаете. Вот, меня бить-то не хочет. О, спасибо. А вот это мой кошмар. И пора готовиться к битве с Дикой Охотой. Дикой Охотой. Избавимся сначала от собачек. Каждый уровень. Куда собрался? Дорогуша. Дорогуша. Через мой труп. Как поживаешь. Загрузка такая, что возможно сейчас будем играть за Цири. И это не главные квесты. Серьезно. Вот так вот бывает. Любопытно. А нет. Пронесло. Ты выплатил свой долг. Ты свободен. Ты скажешь отцу, с чем тебе пришлось сразиться в пещере снов? Конечно. Ведь я же его не боюсь. А? Это была честь сражаться рядом с тобой. Будь здоров, Гераль. Спасибо. 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 Да, на меня сейчас загрузка из пещеры-то выгнут. А то она там огромная. Нет? Ну, вы дай... А, это начало пещеры. Где с накерами дрался. Что ж, это было прикольно. Где? Так, ну что, выбираем другое задание. Ну, полагаю, остается только это. Из семнадцатых, во всяком случае. Я вот не помню, было ли тут быстрое перемещение. Если нет, то это немножко грустно. Ну, в любом случае, доскачем. Да, далековато скакать-то. Стоп. Просто этот знак, он ведет до меня. Сколько волков-то белых. Знак-то меня ведет по заданию. Оттуда три тысячи километров. Ой. Ну, будем считать, что три тысячи километров. Хотя только три километра. Но все равно. Я считаю, в... ...километрах игры, значит, этот островок слишком маленький. Континентальный. Весь он всего в три километра. Не могли же они сделать, как в какой-нибудь... ...ГТА, очень большой город, чтобы передвигаться крайне долго. Не могли. Вот и сделали так. Поэтому иногда слышу, что... ...вот карта. Не такая уж и большая. Локаций немного. Ну, с другой стороны. Правда, но... Зато проработанный мир. Ну, достаточно проработанный. О, привет. Лишь бы туда было быстрое перемещение. Наверняка есть. Да. Посмотрим, что у Керес за задание. Лучшее оружие ни к чему. Шутники саны. Мы скоро закончим. А потом выплыл огромный морской змей и отгрыз мне руку. Боги дали знать. Время принести жертву. По моему разумению, нужно было, чтобы ты одолел змея, Яр. Нет. Я знаю, что они ждут жертвы. Уже пора. Подождем более ясного знака. Хотя бы до следующего сна. Мне больше не нужно знаков. Я ищу Керес. Кажется, она останавливалась у тебя. Дочь Анкрайта? Да. Она была здесь. Где она? Что? Керес. Где сейчас Керес? Не знаю. Не знаю. Хватит вопросов. Совсем не в себе, Четон. Я спросил что-то лишнее? Ты должен простить моего Ярла. Последнее время он чувствует себя не слишком хорошо. Он болен? На перву краха мне показалось, что с ним что-то не то, но... Прости, я должен идти к нему. А Дерес? Как ее найти? Эх, не знаю. Поспрашивай. Отлично. Гениально. Попомните, как завели солье. Нас застал стос. Помню, Джек, сейчас. Типа, в деревне должны лучше знать, где она, чем сам Ярл. Конечно. Привет тебе. Сперва целый месяц ни одной живой души, а потом вдруг гости сыпятся, как дикие игруши. Притомился? Есть хочешь? Я ищу Терес, дочь Ярла Анкрайда. Ты с ней чуть-чуть разминулся. Она недавно тут была. И куда пошла? Она же про Ярла нашего расспрашивала. Про детство его. Вот я и отправила ее к Бергторе с Эриком. А это что за люди? Эрик многие годы водил дружбу со старым Ярлом, а тот помог ему добыть руку Бергторе. Они живут на восточном конце деревни. Окей. Спасибо. Будь здоров и передавай привет Керес. С тобой тоже можно поговорить? Или нет, не с тобой. С вами. Понятно. Любопытно. Мое почтение. Я кое-кого ищу. Так это ты удачно зашел. Я правда занята, но вокруг столько девок красивых. И где твои красавицы? Может какая-нибудь согласится показать мне остров? Ну, есть, например, Вейя, дочка Бонделя. Хотя, нет. У нее зубы кривые. Вот Дебора другое дело. У нее зубки прямые, как по ниточке. Зато бородавка под правым глазом. Хм, вот еще Майя, личико, мечта. Только на правую ножку прихрамывает. Холера. Так подумать, все девки наши не так уж и хороши. Я ищу Керес. Хм, эту худющую. Глаза у нее, конечно, как у Серны, да и рода знатного. А все же замухрышка. Ну, 150 метров, ничего себе. Отошли, блин. С другой стороны, пока мирное задание. Ходишь, расспрашиваешь, чушь всякую слушаешь. О девушках из деревни. Необязательно, но меня забавляют эти диалоги. Меньше драк на самом сложном уровне. Меньше смертей. Ну, круто. Слушайте, у вас уровень-то крепкий. Только не по спине, давайте. Понятно все с вами. Ну, и почему я не мог его бить, вот это попутно. Уворачиваются только тогда, прекратите. Ах ты, петух. 320 опыта, ух ты. Чёртовы мюр, дьявлер. Ничего себе их тут развелось. Ну, мы им задали жару. Мы? Ты сидел на скале и звал на помощь. Но если б я тебя не предупредил, годился б ты сейчас только на приманку для трески. Спасибо за помощь. Ну, раз уж ты мне один раз помог, может, и ещё поможешь? Надо подумать. Мне рыбу ловить надо, сети чинить. Не до битв мне сейчас с чудищами. Я не об утопцах. Я ищу керес. Породистая девушка. Сразу видно, что не из простого рода. Была она здесь. Только потом я поплыл утренние сети снимать. Зачем она сюда пришла? Она расспрашивала тебя или просто бродила по окрестностям? Она про ярла нашего спрашивала и про его семью. Она говорила, куда собирается? Жоба бы я не сказал. Но мы же друг за другом головой рисковали. Она пошла в старый дом у Далерика. Это на холме. Спасибо. Прощай. Замечательно. Всё, кроме того, что с утопцев выпало какое-то говно. И... С одного вообще ничего не выпало. И этот петух говорил, что ему сети надо расставлять. Пошёл в город. Надо бухать от счастья. Конечно же, залезть тут непросто, да? Я вообще туда иду. Ну, надеюсь, по... По радару туда... Если нет, то... Печально. Ну, в общем-то, туда. Так. Схранимся и заходим. Ты думаешь? Свежие следы. Может, это Керес? Керес, Херес. Есть смысл заходить в другие комнаты? Ключ от подвала. Где подвал? Дверь, пестишь меня. Какого чёрта? Она потеряла сознание. Надо её вытащить. Что? Что случилось? Где я? Ай, голова болит. Тебя огрели чем-то тяжёлым. Геральт, что ты тут делаешь? Ищу тебя. Краха тебе беспокоится. Я заберу тебя домой. Я никуда не поеду, пока не помогу удаливику. Меч. Где меч? Я должна вернуться за мечом. Никуда ты не пойдёшь. Ты едва пришла в себя. Я должна... Ты должна объяснить мне, что тут происходит. Зачем ты туда влезла? Я хотела помочь Удальрику. Он, конечно, странно себя ведёт, но сомневаюсь, что твоя прогулка по проклятому дому ему поможет. Если я принесу меч, поможет. И при чём здесь меч? Это Броквор. Родовой меч клана Удальрика. Он нужен мне, чтобы снять с ярла проклятие. Проклятие? Это долгая история. Много лет назад Удальрик поссорился из-за этого меча с братом. Обычай велит, чтобы родовой меч отошёл первородному сыну, то есть Удальрику. Но отец отдал Броквор младшему сыну, Апке. В ваших краях это серьёзное оскорбление. Настолько, что Удальрик нарушил священный закон Скеллиге. Открыто выступил против воли отца. Надо думать, старый ярл это так просто не оставил. Удальрик просидел три дня прикованным к столбу по пояс в морской воде. Когда наказание закончилось, они с Апке отправились ловить рыбу. Этот поход кончился скверно? Предчувствие тебя не обманывает. Налетела буря, и Апке упал в воду. Удальрик был занят парусами и не слышал брата до тех пор, пока не стало слишком поздно. Не слышал или не захотел услышать? Этим же вопросом задаётся большинство людей на острове, но вслух об этом не говорят. А как ты думаешь, Удальрик убил Апке? Я не хочу делать поспешных выводов, но мне кажется, то, что тогда произошло, отразилось на всей жизни Удальрика и как-то связано с мечом. Что ты собиралась делать с мечом? Я подумала, что дух его брата хочет вернуть клинок. Дух брата? Сколько я себя помню, люди считают Удальрика избранным. Мол, с ним говорят боги. Раньше я в это верила, но теперь, когда присмотрелась, я думаю, что его преследует его умерший брат. Смелая мысль. Ты не нарушаешь этим каких-нибудь местных законов? Мне плевать. Я не верю, что это боги. Ты его видел? Он же весь в шрамах. Я думал, что это следы битв. Если его душевные страдания можно назвать битвами, то да. Сам он говорит, что голоса велят ему увечить себя во славу богов. Но мне кажется, боги тут ни при чём. Это всё Акки. Значит, ты думаешь, Акки хочет отомстить, потому что Удальрик позволил ему умереть? Я говорила с Хьортом. Он клянётся, что Удальрик не слышал голосов до смерти Акки. Хьорт вряд ли ошибается. Он знал обоих братьев с колыбели. Может, если отдать Акки меч Броквар, он оставит Удальрика в покое? Идея хорошая, если всё дело в духе. Но что-то у меня не складывается. Что? Ты сказала, что Акки утонул, а призрак обитает в этом доме. Может, потому что они оба здесь жили? Спасибо за помощь, Геральт. Но я должна вернуться за мечом. Ага, и речи быть не может. Я сам за ним пойду. Правда? Спасибо. Ну, тогда я пойду к Удальрику. Исключено. Ты едва держишься на ногах. Подожди меня здесь, и пойдём вместе. Ну, это правильно. Так. Где ваш санный подвал? Ну, тут ещё веселее. Ну, ничего особого тут нету. Только вот предмет светится. Хим? Что за хим? Подписан как хим? Я не знаю, что это. Так ты нашёл меч? Нашёл. Ну, веди. Да я вообще дороги не знаю. Не местный. Ты же был товарищем моего отца, да? Надеюсь, мы по-прежнему товарищи. Но... Я слышала, вы из-за чего-то поссорились. Или из-за кого-то. Ты о той истории с Йеннифер? Это давно было. Ещё до того, как Крах встретил твою маму. Но вы с Йеннифер уже были? Знакомы? Ой... С Йен всегда всё было непросто. А что в ней такое? Что тебя к ней притягивает? Не знаю. Может, мне просто никогда не нравились лёгкие пути. Так. Ну, в общем, мы уже в деревне, походу. А что там находится? Интересно. Ладно. А где Йеннифер? Не знаю. А что такое? Да вот любопытно. Она что, прямо так тебя отпустила? Что значит отпустила? Ничего. Ничего. Просто мне кажется, она не любит опускать тебя из виду. У меня наоборот такое чувство, что вечно где-то в разных местах находимся. В глазах, Колин. Свежий воздух пойдёт тебе на пользу. Боги будут недовольны. Ярл, это наши гости, помнишь? Что случилось с твоей рукой? Я пожертвовал её богам. Прости, Ярл. Ярл ещё плохо знает наши обычаи. На Скеллиге мы близки к богам. И чем ты ближе, тем большие жертвы приходится приносить. Мы верим, что самое большое, что человек может отдать, это собственная боль и страдания. Слышать голос богов – это дар, а не жертва. Те голоса, которые ты слышишь. Голоса богов. Возможно, голоса связаны с твоим умершим братом. Я рассказала Геральту про Акки. Мы пришли к выводу, что... Что Боди опечален на его гибели, поэтому нужно попросить у него прощения. Я... Я не хотел. Акки упал в воду. Я... Боги разгневаются. Я помогу тебе. И обещаю, я сделаю всё, что в моих силах, чтобы их не разгневать. Послушай, ведьмака Аяру, боги наверняка желают, чтобы ты примирился с Акки. Что я должен сделать? Ты помнишь, в каком месте Акки упал в воду? У восточной оконечности острова, недалеко от входа в залив. Нас снесло под иглу Улулы. Это опасное место. Бодовороты утягивают там по несколько людей в год. Мы отправимся туда. Чтобы дух Акки обрёл покой, нужно вернуть Брокварь его владельцу. Нет. Нет, нет. Боги! Боги будут в гневе! Я чувствую это! Ярл, не страшись. Боги любят тебя. Наверняка они хотят этого. Может, будет достаточно, если я сплаваю туда один? В конце концов, неважно, чьими руками ты вернёшь меч. В Акки было при себе что-то приметное? Что-то, что сохранилось под водой до сих пор? Да. Родовой перстень. Пожалуй, этого достаточно. Я поплыву. Далеко плыть-то вообще. Ну так, да. Есть чутка. Ещё и нырять, наверное, придётся. Ох ты, ещё и утопцы. Должно быть здесь. Ну, посмотрим. Чёртовы сирены, а? Тихо-тихо-тихо, чё ты меня по голове-то бьёшь? Так, ведьма, чуть-чуть её... Надо вынырнуть. Подышать. Ни чёртовы сирены, а вот что-то есть. Всё, можно выныривать. Выныривай, пока я не сдох. Смотрим, голову это что-нибудь или нет. Только проверим ещё, что за сокровище. Полегче. Ещё вылез один. Вот уж вы любите толпой-то веселиться. Серьёзно, только кости? Ну вот, мутаген. Записка, ключ с кольцом, яблоко и череп. Череп мне не нужен. Да вы издеваетесь? Мог бы и убить его. Отлично. Письмо надо посмотреть бы, да? Чё-то ли у неё. Успеется. Разворот на месте. Ту-ту-ту-ту-ту. Надо попробовать лодку уничтожить. Сейчас как-нибудь врежемся. И уничтожим её. Блин, у меня есть плохое подозрение, что если больше чем пятого уровня проходишь квесты, ну типа, если квест выше чем, ну у нас уровень выше чем пять, чем тот квест, который мы проходим, то по идее получается, что сейчас у нас двадцать первый, и если мы за этот квест экспо идёт очень хорошо, получим двадцать второй, мы уже не получим за квестовое задание опыта. Мы вообще надеюсь, что получим, но можно и не получить, вот в чём проблема. Что за крики? Что за козы? Чего именно хотели боги, ты помнишь? Что они тебе сказали? Они были в гневе. Голос сказал, ничтожный человек, ты не помог Акке, а теперь не поплыл молить о прощении. Выколи себе глаз, страдай и скорби за всё зло, которое ты совершил. Когда с тобой говорили боги, сразу как я отплыл? Вскоре после этого. Меня одолела дремота, я лёг. Тогда они объявили мне свою волю. Они всегда обращаются к тебе, когда ты спишь? Всегда. И что ты тогда видишь? Они призывали тебя в какое-то конкретное место? В мой старый дом. Они велят мне зажечь факел и говорят о стене. Боги когда-нибудь открывали тебе свой облик? Или ты всегда видишь только тени? Однажды я набрался смелости и во сне ярче зажёг факел. Тогда я увидел неясный силуэт, сидящий в тени. Боги ждут от тебя только страдания? Только оно им и мило. Потому они хотят его всё больше. Ты сказал, что боги обращаются к тебе из тени. Поэтому ты не позволяешь зажигать здесь свет. В моих снах иногда я вижу их силуэты, когда факелы горят достаточно ярко. Это великая честь видеть богов. Может, если бы в доме было светлее, ты видел бы их и наяву? Обычные люди недостойны смотреть на них. Его преследует не дух брата. Я вернул меч, но ничего не изменилось. Так что с ним? Мы можем поговорить где-нибудь наедине? Пойдём в комнату для гостей. Какой хмурый парень. Ну так что это? Хим. Существо, которое появилось после сопряжения сфер. Он присасывается к человеку, который совершил низкий поступок. Годами он жирует на его боли, подпитывает угрызения совести. И в конце концов вынуждает наносить себе увечья. Звучит невесело. Его можно как-нибудь одолеть? Хм... Теолитически есть два способа. Хима вроде бы можно обмануть. Нужно притвориться, что делает что-то ужасное. Тогда он перепрыгнет на новую жертву. Когда Хим поймёт, что его обманули, ему придётся уйти. Надо попробовать. Я не знаю никого, у кого бы это получилось. Может, никто не смог придумать подходящую ложь. А какой второй способ? Ведьмачьи бестиарии говорят, что нужно провести ночь в логове Хима, вместе с его жертвой. То есть в проклятом доме? Место скверное, но ты, должно быть, ночевал в местах и похуже. Одной ночёвкой дело не обойдётся. Нужно как-то выманить Хима. Он должен выйти из тени, показать себя. Только тогда можно будет его ранить. И наверняка он захочет с нами рассчитаться. Ты видела у Гальрика. Это будет нелёгкий бой. Я знаю, что ты сомневаешься. Но давай хотя бы попробуем обмануть Хима. Это может оказаться не так просто. Впрочем, оба способа не идеальны. То есть... Лучше уж обмануть. Хим демона. Их очень трудно провести. К тому же обманщик не должен знать, что обманывает. Как это? Хим цепляется к человеку, совершившему какой-то низкий поступок. Возбуждает угрызения совести и кормится его страданиями. Если обманщик уверен, что не совершил ничего дурного, Хим это почует. То есть, если одному из нас придёт в голову мысль, что делать, он не сможет рассказать о плане другому, так? Иначе ничего не выйдет? Именно. Хм. А что другой способ? Удальрик может не выдержать целую ночь в логове Хима. Ты думаешь, что Хим захочет его убить? Нет. Он не станет убивать кормильца. Но Яру истощён, дом вызывает у него болезненные воспоминания. А Хим попытается вытянуть всё, что сможет. И чем больше боли он причинит Удальрику, тем сильнее станет. И тем опаснее для тебя. Оба способа кажутся мне рискованными. Но я по-прежнему думаю, что надо прибегнуть к обману. Не знаю, я не уверен. Только не говори, что в таких вопросах ты обычно советуешься с Йеннифер. Если мы ничего не придумаем, ты всегда сможешь решить дело по ведьмачьи. Ммм, попытка не пытка. Хорошее решение. Единственное место, где мы можем что-то сделать, это логово Хима. Проклятый дом. Ну, веди. Не стоит медлить. Надеюсь, меня сразу туда перенесут, если я выбрал, что подойду, что выбрал, не подойду позже. Ну, давай осмотримся. Я тут уже осматривался сколько раз. Изящная работа. Должно быть, печника приглашали с большой земли. Сыри. Нет, это невозможно. Отпугнуть меня хочешь? Это хорошо, значит, боишься. Разбитое зеркало. Должно быть, у Дальрик боялся увидеть Хима за спиной. Старая колыбель. Наверное, тут спал маленький Удальрик. Или Акки. Ну, что еще проверить? Вроде... Чего? А, ну, как она там оказалась-то? Стоп. Серьезно? Ты придумала что-нибудь? Да. У меня есть план. И очень надеюсь, что он сработает. А подробности? Просто подожди меня здесь. Я скоро вернусь. Что-нибудь еще? Ты сам сказал, что не должен знать подробностей. Большего я не могу сказать. Просто верь мне. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Я тоже. Ну что, можем начинать? Я готов. Хорошо. Я скоро вернусь. А ты пока затопи печь. Тут идти пять секунд. Хотя я не понял, куда она собралась. Ну ладно. Ничего, если два часа спустим. Несколько часов. Может, даже больше двух. Вон она! В старому дому бежит. Держи! Возьми. Ложи его в печь. Верь мне. В смысле в печь? Осторожней с ребенком. Отдай мне ребенка. Лоди его в печь. Давай, Шер. Ну, если я сказал верю, так. Ложим в печь. Там еще магию какую-то на дверку наложу. Типа, Квена. Еще и с вами драться. Вот весело. Убей, убей. Никого не трогал. Сами друг друга убили. Сами другую. Зачем? Хитрость-то хорошая. Ведьмак не совершал зла. В нем нет ни вины, ни отчаяния, только облегчение. Ты попался. Уходи. Все кончено? Да. Мы обманули Хима. Он решил, что я убил твоего ребенка и ушел от тебя, чтобы присосаться ко мне и питаться моим чувством вины. Но увидев, что ребенок целый невредим, Хим исчез. Ты свободен, Яру. Свободен. Хим ушел, а вместе с ним и голоса, которые мучили тебя. Идем отсюда. Я думал, хоть какая-то драка-то будет. Хорошо, что просто ушел. Я в водоворот попал. Геральт, ты сказал, что все кончилось. Он истощен. Со временем рассудок вернется к нему. Что? Что я теперь буду делать? Ты растерян, но успокойся, это пройдет. Я чувствую, будто из меня что-то вырвали. Это нормально. Хим был паразитом, а они крепко срастаются с жертвой. Поэтому сейчас ты чувствуешь пустоту. Ну не беспокойся, через несколько дней или недель ты будешь здоров. Спасибо. Наверное, прощайте. Неспешно так пошел. Лучше я его провожу. Наверное, чтобы не поскользнуться. Разумно. А потом, что ты будешь делать? Останусь здесь еще на пару дней. Уверюсь, что с ним все в порядке. А ты останешься на спикероге? Не знаю. Мне тоже надо привести мысли в порядок. Йеннифер, наверное, уже извелась. Да что тебе, да Йеннифер? Ты который раз про нее вспоминаешь? Да ничего. Просто я заметила, что вы очень единодушны. Хочешь сказать, я у нее под каблуком? И ты не исключение. Наверное, все мужчины... Неотесанный рыбак со скеллиги, отважный рыцарь, суровый ведьмак. Каждый из вас, в конце концов, дает себя укатать и во всем слушает женщину. А ты храбрый. Поверил мне, незнакомой девушке. Не каждый на такое решится. Только не рассказывай об этом по всем островам. Не хочу прослыть под каблучником. До свидания, Геральт. До свидания. Замечательно. Задание выполнили, уровень получили. Все еще зелененькое. Круто. А это на 18-й. Значит, успеется. Сначала выполним главную, значит, заданницу. Эхо прошлого, наконец-то. Это уже в следующей части, но... Ни хрена, 600 опыта. Наконец-то я смогу это... Как его? Поиграть с Машауром в картишке. Выиграть у него карту. И получить от него, наверное, наводки на остальных игроков в Скеллиге. И все будет замечательно. Останется у меня только... В этом. В Новиграде сыграть мега-игру. И, наконец-то, я забуду про эти чертовы картишки. Так, ну что, наверное, закончим здесь. Но пока всем спасибо за просмотр. Удачи и пока. Увидимся в следующей части. Субтитры сделал DimaTorzok